Всем большой привет! С вами снова Вика и очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вам хочу рассказать о заказе Фаберлик по каталогу, не помню девчонки какому, но в любом случае номер этого каталога вы увидите в названии видео. Заказ был небольшой, поэтому думаю приступим, не будем тянуть время. Покажу вам два мыльца, которые шли по акции и которые я безумно-безумно люблю. Во-первых, это мыло спелая смородина, который имеет обалденный аромат спелой смородины, очень сладкий, но достаточно натуральный. Я просто обалдею от этого аромата. Если его сравнивать со всеми известным ароматом от чистой линии, там смородина более натуральная, здесь она как будто перетертая с сахаром. Но тем не менее обалденный, приятный аромат. Я думаю, что кто хоть раз его пробовал, тем нравится. Он имеет такой фиолетовый оттенок, я думаю тоже все об этом знают. У меня он уже закончился, пустая баночка. Мыло, которое еще не открывала, тоже из серии Beauty Cafe. Это у нас белая малина и белый шоколад. Тоже очень-очень вкусно пахнет мыло. Оно имеет такую желейную консистенцию. И это мыло, мне кажется, пахнет намного приятнее, чем крем для рук. Потому что в креме для рук я чувствую какой-то душ, аромат, запах какой-то сырости. А в геле для душа и мыле для рук этого аромата нет. Поэтому с удовольствием пользуюсь. Это уже не первая моя баночка. Также еще из ухода я решила попробовать серию Этноботаника. Она уже достаточно давно появилась в каталогах, но я никак-никак не могла ее заказать. Здесь я решилась, так как оба продукта имеют очень маленькие баночки, не надоедя, долго стоять не будут. Это у нас гель для умывания... Девчонки, я так заговариваюсь из-за того, что давно не снимала видео, сто лет. Гель для умывания свежести сияния 20+, и тоник свежести сияния тоже 20+. Что я хочу сказать об этом тонике? Он мне очень напомнил тоник из серии... Биокислород, по-моему, называлась серия. Для меня он практически то же самое. Запах у него очень приятный, такой растительный. И гель для умывания я им, девчонки, еще не пользовалась. Тоник попробовала один разок, просто для сравнения. Гель для умывания еще не использовала. Но, думаю, скоро-скоро начну. Пишите, девчонки, свои отзывы. Сушит кожу или нет? И как очищает? Также еще я взяла два вот таких вот крема из серии R-Stream кислородное питание. Дневной и ночной крем. И я, девчонки, очень пожалела, что я взяла эти кремы. Те, кто меня смотрят, год назад практически, в декабре месяце, я заказывала серию Этноботаника. Что я говорю? Я заказывала, девчонки, серию кислород. Аквакислород, голубую. Тоже для сухой кожи. И там было написано то же самое. Дневной крем питания и ночной крем питания. Значит, в дневной это роскошный уход, а ночной роскошное восстановление. У меня, девчонки, ощущение, что это просто те же абсолютно пузырьки. Та тоже составляющая пузырька, что и в серии биокислород. Я очень расстроилась, честно говоря, когда узнала, потому что те кремы мне безумно надоели. Я уже просто утомилась ими пользоваться и еле-еле их добила весной. И здесь, получается, я взяла то же самое. К сожалению. Вот так и выглядят сами пузырьки. Очень такие симпатичные. Покажу вам на примере дневного крема. Крем, девчонки, кажется таким жирноватым. Но на деле его, когда вы наносите, он превращается в водичку. Очень быстро, легко впитывается. Имеет даже аромат, бы я сказала, такой же, как у серии кислород боди. Ой, точнее, как у серии аквакислород. Вот. Я немного путаюсь в названии сериях Фаберлик, потому что не так часто их заказываю. В общем, для меня это абсолютно то же самое, что аквакислород. Девчонки, кому нравились эти серии, я считаю, что вот это Эрстрим, которое у нас кислородное питание, абсолютно то же самое. Мне они не понравились тем, что даже для моей комбинированной кожи, не сухой, эти продукты, к сожалению, не подходят. Они не увлажняют и не питают должным образом кожу. И когда я с утра встаю и иду, умываюсь, ощущение того, что вообще ночью был какой-то питательный крем, у меня этого ощущения вообще не присутствует. Поэтому, к сожалению, нет, я не могу сказать, что эти кремы мне нравятся и стали они моими фаворитами. Так, проходной вариант не на зиму точно. Дальше я вам хочу показать бальзамчик для губ, который я уже тоже беру не в первый раз. Это у нас вот такой бальзам, который называется антивозрастной бальзам. Розового он цвета. Здесь вот такой вот розовый стик, небольшой. Он очень вкусно пахнет и имеет нежно-нежно-розовый еле уловимый оттенок. На губах этого оттенка практически незаметно. Но, тем не менее, мне все равно очень нравится им пользоваться. И очень часто я его наношу именно под помаду. Конечно, на холодное время года, на зиму этот бальзам вряд ли вам подойдет, допустим, перед выходом на улицу. Но весной очень им пользоваться одно удовольствие. Также у них есть с сиреневой крышечкой бальзам, витаминный. Он мне нравится почему-то меньше, чем вот этот розовый. А здесь и аромат приятный, и консистенция, и вроде как он немного смягчает губы. Поэтому мне очень приятно им пользоваться. И предпоследнее, что я вам покажу, это единственный продукт из декоративной косметики. Это помада из серии 100% объема и цвета. Оттенок ванильный мусс. Я давно хотела этот оттенок, когда увидела еще в обзорах его у девчонок. У девчонок сразу же в него влюбилась. Вот так выглядит эта помадка. Она такая кремово-коричневая. Сейчас я вам сделаю сводчик. На камере и, конечно, вот на руке на сводчик она дает больше в розовый оттенок. Хотя в самом стике я бы сказала, что она более бежевая. Конечно, на губы она ляжет 100% отлично. Как раз-таки из-за своего оттенка. Если у вас шелушащиеся губы, конечно, такой оттенок вам не подойдет. Но на плотный слой бальзама для губ вообще смотрится отлично. Консистенция у помады очень приятная. Она немного жирненькая. Совсем немного. И при этом она не течет. Держится она примерно часа два. В принципе, мне хватает. Я могу сказать, что я осталась очень довольна. Хочу еще заказать несколько оттенков из этой серии. Последнее, что я вам покажу, относится к дому Фаберлик. И это была девочке салфеточка. Извините, что она у меня мятая, постиранная. Потому что это была салфеточка для мытья зеркал и стекол. Вообще, к этим салфеткам я относилась довольно-таки скептически. При том, что они стоят там некоторые 100 рублей, некоторые 200. И то по акции. Ну, то есть, не совсем дешево для обычной салфетки. Но решила взять именно для зеркал и стекол. Потому что много зеркал в доме. И я вам хочу сказать, что действительно, эта салфетка отлично отмывает зеркала и стекла. При этом без использования какого-либо дополнительного средства для чистки зеркал и стекол. Я безумно-безумно довольна. Отлично она потом легко стирается. Классная салфетка. Абсолютно не пожалела на нее и своих денежек. Все разводы она никакие не оставляет. Все загрязнения удаляет просто в два взмаха. Я, девчонки, очень-очень довольна. И всем вам советую все-таки присмотреться к этим салфеточкам. В общем-то, вот такой у меня был заказ. Совершенно, как я уже сказала, небольшой. Оставляйте, девчонки, свои комментарии. Всем спасибо большое за просмотр. Всем удачного дня, хорошего настроения. Всем пока-пока.